какие гости нам и не гости то есть мы черти вот иначе уходи там наша прямая эфира выключил так мы же порт даже пост на ветеранский кино вы же с чего ты красивый я охуенный их они ругаются сейчас прямо в эфире как его при припосе поделить делать публикацию генечка владимирович смотрит вместе с вами и нас смотрит эстония дэн привет я рад что ты здесь я надеюсь это ты не твой астральный двойник генечка владимирович смотрит вместе с вами и нас смотрит эстония дэн привет я ты выключил мусор сетаскин я красивый конечно как я выключил руками о да не должен быть этот а вы уже можете что-то говорить потому что люди же ждут от вас каких-то функциональных действий да короче мы начинаем что-то делать сколько нас человеком смотрит пока не 23 и 30 ты красавчик ты мониторишь эту ситуацию я ходил бы витя к тебе на эфиры только потому что ты кормишь нас вкусно вкусно кормишь да что такое дружба и коллаборация это когда твои друзья тебя подкармливают да привет хлопцы написал нам дэн из эстонии всем привет ну как бы представляться наверно не имеет смысла у нас и так и те кто смотрят нас все знают саня он же я тоже какой-то там саша вот сегодня мы хотели бы еще поговорить о нашем фильме наших движениях что произошло за крайне несколько дней хотели бы конечно закидать говном последние события на Софиевской площади мы будем очень толерантны хотели бы сказать о параде о марше ветеранов на котором ни ты ни я не были я не был в миру каких-то своих певных переконать но это дейсно то что потребно подожди мы об этом потом вам говорите братан подожди давай я еще подводку делаю я расскажу один прикольный случай который случился у нас с пожертвованиями на кино вот поражем вместе ну давай тогда с чего начинаем на этой неделе в субботу был ветеранский форум на котором я был одним из спикеров в панели ассоциации бизнес ассоциации ветеранов поскольку наше кино это тоже своего рода ассоциация просто там пока это не прибыльная ассоциация я об этом также там рассказал очень понравилось потому что несмотря на то что людей было меньше чем я рассчитывал были люди лидеры мнений из разных прослоек общества были люди которые занимались инвестированием был экс-премьер министр украины гончарук с которым мы вместе выступали и всем это стало интересно почему ну как бы потому что часто говоря о развитии нашей страны мы разговариваем о каких-то понятных многальных вещах давайте сделаем дороги давайте сделаем не знаю там общественный транспорт нормальный а не козлячьи маршрутки вот но ну общее я озвучу мнение всей нашей команды нашей бандейки мы все думаем что начинать нужно с воспитания наших детей этот процесс долгоиграющий долговременный и это как раз вот тот культурный пласт который на сегодняшний момент в нашей стране ну нихуя не задействован то есть фильмов информационных большинство детей они сейчас сидят на русском ютубе раз давай будем поговорим о том о чем я говорил на панели об этом говорил до этого Мартин Брест находясь здесь о том что мир видит наши события глазами наших врагов то есть россия имеет больше ресурсов для того чтобы содержать свои радиокомпании телекомпании Та не только радио ну то есть они живут в какой-то певной своей площине ну то есть у них есть заучение не заучение те же самые методички и воно в них виходит в тренди потому что на фоне там того же самого ютуба если посмотреть то есть то есть той же самой россии аудитория виша и воно как бы там накладается уже там на нас и на инши краины а в наших так же самих дитей петлетки у них не мая абсолютно никакой альтернативы Сань понимаешь ну да окей согласен но здесь есть еще один момент очень-очень важный что и кстати вот парад это показал что наша страна на сегодня существует в двух каких-то параллельных мирах был марш ветеранов людей которые причем это не обратил внимание я с многими разговаривал с участниками я так же не был потому что были певни обставины но я заметил то что все до единого сказали что не было не было пьяных так ну то есть это нормальный циакизный показник ну что понимаешь там те же сами аватары и аватаром они не треба аватары скорее пошли на Софиевскую площадь смотреть зайца с флагом а их не пустили потому что там в радиусе километра было все обгороджено ну да да тоже для ютбранных короче итоги всего нужно понимать что наше общество разделилось на общество потребителей мое личное мнение те которые готовы потреблять контент и на общество создателей это люди которые этот контент создают марш ветеранов который был сделан рухом ветеранов украины там огромное большое количество людей которые действительно важливые и кем-то были которые стараются и показывают что у нас ничего не закончилось и что у нас только все продолжается и будет неизвестно что и дальше я в принципе надеюсь что где великая война и мы на ней все таки дамо прозраться отлично но у нас есть проблема у нас нет нормального адаптированного патронного зора ладно об этом сейчас не будем на наездных штатах витихи прозрадоньку таким образом вот эти ребята которые создали контент в виде все рух ветеранов и все другие организации я просто не могу жиночий ветеранчский рух у него просто женщина там состоит в жиночем ветеранчском рухе если бы он этого не сказал я думаю что дома бы его не кормили поэтому он так и жадно наваливал курицу который приготовил Витя и нам необходимо создавать контент для тех которые ходили на Софиевскую площадь так или иначе у них есть дети у них есть какое-то время которое они уделяют просмотру какой-то информации и они тоже являются нашими потребителями это долгий процесс который будет ну очевидно непростым и чем на более простом языке мы это сможем снять на понятном для этих вот людей тем больше шансов что количество людей которые создают контент увеличится то есть если мы до себя запросим сердечко и поставим ее на какой-то стан то все таки это все заиграет слушай ну Саня сердечко тоже часть культуры давай не будем обесценивать люди разные я не спорю але сердечко понимаешь уместна на свадьбе но она не уместна в момент когда скажем так незалежность все то что выборивали руками смотри согласен с тобой ну давай мы будем понимать что среди тех людей которые воевали были люди которые слушали сердечко да я иногда послушаю но повинно быть и время и место абсолютно мы же снимаем фильм про жизнь у меня например был сослуживец который сослуживица я не буду называть ее имени но все кто помнят все узнают она слушала блатняк и такой блатняк что у меня реально уши заворачивались поэтому я уверен что в какой-то из наших серий будет обязательно чувак который будет слушать блатняк там золото что они могут убить от на 6 зон а отлично да шарики как я был на цепи так окей сява михайлов смотрит это вместе с нами трамчик привет это мой сослуживец интеллигентнейший человек прям вот прям слава ты наш как тащусь от тебя потому что ты красавец вообще не понимаю как ты туда попал ты у тебя профессорское лицо и профессорский интеллект культ там делал ну как и многие в 14-15 году окей у нас я скажу историю которая приключилась недавно ну там кто меня лично знает знаешь у меня была операция мне сделали операцию на колени и мой друг лёня остальцев вывесил фотографию там где сижу на инвалидном креселке меня вывезли в курилку после операции в таких чулочках белых лёня естественно не применил вывесить эту фотографию сети и сказать что все нормально как бы этого можно было и не делать но всем очень понравилось это был топ в тот день и лёнина мама написала ему сообщение посмотрела на матюши на фотографии так прямо жалко его стало пойди ко мне в комнату возьми у меня там нычка лежит 20 баксов пожертвуем на фильм и я к и лёня вчера забрал эти 20 баксов вот они это 20 баксов которые мы не потратим на фильм мы скорее всего поставим их в рамочку это будет вот но там типа как бы стартовая такая инвестиция на сегодняшний момент мы собрали определенную сумму итоги будут подводиться в конце недели чуть-чуть все это дело подостановилось и мы ищем другие пути финансирования мы сейчас пытаемся оформить грант для того чтобы получить возможность иметь средства для того чтобы снять хорошее качественное кино также мы разговаривали на форуме мы разговаривали с не с некоторыми участниками инвестиционных фондов которых мы хотели бы привлечь дальше будут продолжаться переговоры пока ситуация не совсем ясна но очень бы хотелось все-таки общими усилиями брить мою саня кириченко брить маневый фильм оформить сценарий на роли продавать давай витага и прокопенко смотрит так виточка бумаги чулочка вида написала дворецка бумаги чулочках ци ми 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 скажи дякую щедритно на фотошепов тебе в них на блокпосту та подожди еще дрит уже на уже все нашел фотошопе просто я еще не вывесил ну викулечка ты ж знаешь я тебя люблю может рулить меня сколько угодно окей кого обсираем ведь у нас есть тут чувак который всем этим заниматься кого на кого кидаем какашки какашки не кидаем зачем рассказываем о том что гранты это же не последняя нам все равно нужна поддержка да абсолютно так сложилось что есть такая японская поговорка адресованная бывшим жителям советского союза дети у вас получается красивые но все что вы делаете руками вот тоже самое можно сказать о том что касая к чего к чему прикасается государственное финансирование если государственное финансирование прикасается каким-то проектом как правило не превращается в говно я правильно сказал виктор? ну в принципе да и так в большинстве выпадки вот так оно десь приблизно и вот поэтому мы продолжаем педалировать историю с краудфандинговой нашей платформы мы собираем средства мы будем привлекать средства из всех возможных и экологичных для нас каналов то есть от русских мы деньги не возьмем только в том случае если мы размуродерим какого-нибудь чувака где-нибудь на нуле там заберем в риме золотые коронки и сдадим в лом такие инвестиции принимаются золотой запас москве еще можно спить да золотой запас москве знаешь я бы удовлетворился тем чтобы просто спалил ее нахуй и золотой запас запас да можно без золотого запаса да хотя бы валютный валютный да валютный можно вот поэтому не оставайтесь в свою сторону и мы вкладываем сейчас в благое дело и несмотря ни на что если какой-то канал из из выбранных нами не сработает ну блять ну мы будем скидываться своими бабками окей но мы это скинемся я від розничной торговли зараз я зароблю партию десять процентів готовить да отличная история покупайте сани на салфетке и для чистки оружия они отличные правда я периодически чищу свои свои карабины или пистолет теми салфетками которые делат сани нормально но это типа все таки сани какая-то быстро такая история почистить твоими салфетками то есть если долгосрочно я все таки сделал бы со снятием освинцовки и всей этой хуйни ну то есть это такой хороший метод если у вас нет времени но реально лучше пока никто ничего не придумал окей мы бы хотели еще поговорить о фильмах которые снимаются в других странах войне россия не останавливает конверт кинопроизводства и в россии продолжается к кинопроизводство фильмов о войне и о нашей войне в частности они снимают нас такими бандерасами пидорасами на границе вам поможет денежка владимирович ты помнишь у меня приватовская карта я дам тебе другую карту скидываю чем больше ты хороший адвокат кстати в описании есть номер карточки да да ну бенчик нормальный нормально что ты пиарбанк и приватбанк пиаришь я не пиар беру вам пиарбанк пидорасы да нормально? наибуды не они сейчас они государственные они нормальные они нормальные все хорошо приватбанк нормальный а вархунок у нас в приватбанке а да мы вас любим приватбанк вот хотим поговорить о кинопроизводстве обсудить фильмы о войне на которых например вырос я я старый пердун мне 41 годик я бы начинал еще с советских фильмов о войне всегда к 9 мая повторялись какие-то знаковые фильмы о войне там батальоны просят огня киноэпопея Юрия Уозерова там много было разных фильмов ты не помнишь ты еще молодой а потом в 90-х годах началось засилие американского кино там типа рэмбо первая кровь и командос у меня воно николы так чтоб аж дуже не перло скажем так ни рэмбо ни командо просто задание было порнхаба сейчас выбираем между рэмбо и командосом порнхабом конечно порнхаб да амбратан давай все таки мы взрослым состоявшиеся мужики являть то и была провокация он не такой американцы снимают много фильмов о войне многие из этих фильмов впоследствии стали знаковыми я бы хотел перечислить фильмы которые для меня вот американские например являются знаковыми это фильм взвод плутун фильм апокалипсис сегодня цельнометаллическая оболочка цельнометаллическая оболочка это фильм мэш многосерийный это это generation kill это падение черного ястреба то есть если мы говорим об американском кинопроизводстве они огромное количество внимания уделяют патриотическому воспитанию своего населения не только детей через киноиндустрию например вы знали о том что фильм падение черного ястреба использовался как наглядное пособие для арабских террористов да так они же после того после операции они там отказались от каких-то своих мер и их там типа перерубили вплотную потому что они там потеряли очень много с Марком Уолбергом фильм там где он морпех не морпех а котик снайпер это другое это про Криса Кайла а с Марком Уолбергом когда в Афганистане они то ли выжившие то ли что-то такое кстати там Under Armour пиарился поэтому в наших фильмах мы будем пиарить мои труханы вот у меня была забавная история когда я поехал в Америку и общался с американскими ветеранами там так получилось на встрече в мэрии города присутствовало три американских ветерана это ветеран морпех ветеран медик и ветеран водитель вертолета этого Хьюи ССОшник понял типа по нашему их сафовец который закидывал и забирал этих чуваков во время вьетнамской войны которые там всех убивали и мы так как-то разговаривались они достаточно нормальные раскомплексованные деды такие были прикольные поржать с ними можно было я задал вопрос говорю слушай а что ты скажешь про фильм взвод он говорит сакс я говорю хуйня я говорю апокалипсис сегодня он говорит тоже хуйня я говорю чувак ну там так все реалистично показано он так смотрит знаешь дяденька такой под 70 лет очень прилично одетый такой хорошо молодо выглядящий он говорит чувак если бы ты знакомин давали пизды они очень хорошо уважительно отзывались о гуках это они так это как мы духи называли в Афганистане гуки 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 они их называли гурхи это другая народность чувак вьетнамцы на них были гуки вот и причем у них там тоже интересная история была этот медик рассказывал как они в Ханое лечили раненых этих чуваков лечили те потом шли опять воевать против них ну так нормально то есть очень сильно похоже на нас на нашу историю наша война очень сильно братья по оружию да согласен band of brothers и там же есть еще с Марком Волбергом точно выживший да стрелок выжившие братья по оружию отличное кино это кино о второй мировой войне кто не смотрел 10 сериальный 10 серийный телевизионный фильм который продюсировал как этого Форест Гамблэйс не Стивен Спилберг и Том Хэнкс также вот недавно вышел фильм про Грейхаунд про фильм про корабль который сражается с немецкими подводными лодками короче за все это время Украина давайте перечитаем фильмы о войне которые мы знаем в Украине ну давай начнем с киборгов киборги как Мартин на прошлом эфире рассказывал про этих которые табор уходит в лес про УПА ну там где все плачут все умирают что там сериал Гвардия? я даже не смотрел окей но пускай третий Эловайск Эловайск четвертый фильм Бандерас Бандерас Наши котики Ну хорошо допустим 7 фильмов и все за 29 лет окей чувак один фильм в год один фильм в год за 29 лет ну пусть добавится еще 4 каких-то там незнаковых фильма будет 10 то есть мы в принципе снимаем условно один фильм Слушай, ну мы не можем брать 29 лет до огляда потому что у нас 25 лет вся наша военная потужность уходила в ноль и это ни для кого не было чем-то прецедентно очевидно что на протяжении многих лет вообще я тебе скажу у меня сложилось впечатление что в 2014 году кадровые военные особенно офицерский состав не пиджаки которых выдергивали а кадровый состав который был и которые там типа не обосрались ну это были блять энтузиасты тупо люди болеющие воинской службой которые сука на сейл то есть я там школы я специально там веучился на сейл и все Юлька смотрит точка ноль класс согласен точка ноль это будет супер-супер проект не это восьмой фильм нет чувак это будет первый фильм о настоящей нашей войне я не ставлю его в ровень со всеми остальными настоящая и художественная и картиночная чувак давай будем давай поговорим про то про мотивацию но мотивация в такого рода вещах на мой взгляд наиболее важна наша мотивация очень сильно отличается от той мотивации которая есть у основные остальных игроков киноиндустрии фильм киборги окей я согласен где-то близко было наверное по мотивации но разница нашей мотивации в том что мы не получали бюджет и мы его не отрабатывали наша задача в минимальные цифры за не менее у нихуя срабета духуя абсолютно вот и мы хотим показать реальную историю то есть да я уверен что будет какой-то фарс я уверен что будут какие-то там наигранные эпизоды которые нужны для связки сцен но определенно мы будем снимать истории которые были в наша декларация по этому фильму это мы снимаем реальные истории которые были с участниками этого проекта а твои любимые фильмы? красная шапочка немецкая не не ну если брать безпосереднюю військовую колись был 9 рота слушай ну давай разберем 9 роту вообще на самом деле с точки зрения пропаганды 9 рота очень хорошо с точки зрения пропаганды но не с точки зрения реальной истории то есть слушай я ходил на 9 роту я работал в Днепропетровске это еще до 2 марта Днепром я ходил со своими сотрудниками и момент когда открывается аппарель самолета они лежат там с сеновалом понятно что в апреле хуй бы кто так лежал ты представляешь пропорюга какой-нибудь позволил бы блять салабоном лечь на аппареле я там их пиздили просто и обсыкали прямо вот так вот забей да обсыкали прямо от комбина у меня же слева не полетели ну вот за то что они лили на аппареле ну ладно и когда открывается аппарель и висит крокодил ми-24 под музыку вот эту и теперь у меня волосы дыбом у меня волосы еще были понял у меня волосы дыбом встали это было круто Саша я служил срочку в 11-12 и когда в Дисни 4 части то есть 25 бригада, 79, 95 и 80 мы смотрели на 9-ую роту и все же десантники и в конце сука все плакали ну то есть ты понимаешь на сколько русская пропаганда была внедрена вот давай в нашу боденность и в наше социальное питание вот давай будем понимать до момента пока эта война не случилась так или иначе мы расценивали себя как недорусских большая часть государства недоросия мы ориентировались на их рынке сбыта мы ездили к ним работать они строили здесь свои проекты ну вот даже сейчас я разговариваю я коренной украинц я родился здесь в Киеве я коренных являнин в первом поколении правда но я разговариваю на русском языке дома с дочерью я разговариваю на украинском я считаю что это важно но мы будем снимать в фильме как раз реальную историю потому что у меня был случай когда ко мне подошел какой-то гусь а я только приехал с ротацией и встречался с другом со сыном с малышом и с марконе все в этих армейских штанах мы не в мультиками я в каких-то обсосанных встречались здесь недалеко на джитомирской и подходит к нам такой знаешь настоящий патриот не вот эти мы ебаные лохи знаешь которые в грязных футболках в грязных штанах сука с загаром который не смывается блять и с руками которые я блять два месяца отмывал потому что тупо помыть их не еди было блять помню потреска шея за кожей подходит настоящий красивый патриот и говорит хлопцы вы же наши захисники а мы сидим пьем кофе курим ну да он говорит дуже прикро что вы разговариваете мовою окупанта боже Вася тебе ебану не так ну и мы так и сказали мой товарищ поинтересовался где он служил он сказал что он волонтерн из канады он сказал ты по-украински розумеешь волонтерн из канады он говорит да то иди нахуй звится ну вот здесь приблизно так вот и мы такой эпизод обязательно обыграем в моем подразделении например 60% моих сослуживцев разговаривали на чистейшем русском языке был даже казах один ну Виталя Прокопенко смотрит нас я ну уверен что он это подтвердит звонит мой психотерапевт он может тоже смотрит и понимает что он куда хруминиться да тебе уже нести не нести ну да так давай по существу что там про фильмы про фильмы короче итог следующий мы находимся в самом начале построение культуры через кинематографию в этой стране и наверное это тот самый случай когда будет взагали на верх раз но это тот самый случай когда за дело берутся не профессионалы как волонтеры в четырнадцатом году и делают лучше чем делало государство тогда поэтому нам нужно правда нужно участие каждого из вас нет маленьких сумм в ваших пожертвованиях на этот фильм 10 гривен да отлично 5 гривен окей у нас был трансфер на 14 гривен и это было круто потому что много маленьких трансферов это в итоге мы ближе к нашей сумме да не стесняйтесь если есть желание поддержать этот проект не стыдно отправить там десятку там через приват 24 это будет круто это будет крутым вкладом мы не оцениваем вклад участников по суммам оцениваем по участию и очень хочется чтобы мы все таки максимально быстро приблизились к этой цифре потому что пока сезон для съемок подходит нам нужно уже организовывать все должен да потом будет совершенно другая история мы хотим до снять еще три серии которые полностью прописаны пишет супруга в цифрух на крупном плане щеки больше не вспыхает и все на мой инакенде кеша медведя я думал как бы наши семьи это ваш совместный ребенок вот поэтому нет маленьких вкладов есть большое участие каждого каждого из вас так ведь кого мы дальше обсираем дальше кого бы вы хотели пригласить из звезд сашу грей сашу грей сашу грей сашу грей я это мое личное было она уже как бы престарелая она может быть медсестрой ее убьют потом ну ее уже радикулит и все остальное старая больная женщина нашла ты выходила вылечить ладно ну мы понимаем что у нас не будет скорее всего возможности пригласить в наш проект каких-то мега-звезд или звезд даже второго эшелона с узнаваемыми лицами и узнаваемыми именами, это очень дорого. Но в любом случае мы среди украинских актеров, мы заручимся поддержкой всех, до кого мы сможем достучаться, для того чтобы это было не просто аматорский проект, типа вот смотрите, мы встретились, мы потусовались, проснимались, постреляли. Не, нихера. Это будет серьезная работа. Мы будем, насколько я знаю, Витя ведет сейчас переговоры, озвучивать или не озвучивать? Нет, пока нет. С украинскими актерами топ-1, то есть те, которые находятся в верхушке нашего кинопроизводства. Соня? Соня? Дощи, да? Дощи, да? Мы контужены и доживые. Да, спрашивают, почему я на серьезных щах Лиля Лилик поинтересовалась. Ну, Лиль, ну слушай, мы серьезные люди, мы типа бизнесмены, у него свой бизнес, у меня свой бизнес, мы же должны как-то соответствовать. Я бы мог, конечно, без штанов сюда прийти, еще в трусы пропиарить, ну да ладно. Вот, поэтому, если бы у меня, конечно, была возможность, давай, давай пофантазируем, давай сыграем в игру, как было бы круто, если бы мы могли пригласить звезд, ну, известных на нашей, на теренах наших или, например, из Америки. Как ты хотел видеть в нашем фильме? Блин, Кристофер Вальц. Я не знаю, кто это такой. Бесславные ублюдки. Самый главный антагонист. А, ну че, нормально. Я бы, ты знаешь, хотел видеть Пореченкова в роли сепара, и мы бы его ебнули. Я бы реально привез боевые патроны, и мы бы его захуярили. Нее, мы бы сначала… Это не звезда, что звезда. Да не, он бы красиво умер, чувак. Я бы расстрелял… А нахер патронами, его ж можно сначала ножиками позакидывать, потом еще там кучу всяких… Вот, короче, я бы, наверное… Кого бы я хотел… Ты знаешь, я так давно кино не смотрел. Ну, конечно, Том Хэнкс, я думаю, сыграл бы круто. Он бы сыграл… Он бы нормально сыграл, блядь, какого-нибудь батя, знаешь, такого. Типа… Типа, и дай сынок. Да, да, типа, какого-то нормального типа командира бригады или еще. Даже не знаю, у меня… Слушай, нормального командира бригады сыграл бы… Помнишь, как мы на первую серию ездили? Ветер бы сыграл бы. Ветер, да. Ветер, но мне бы очень хотелось, чтобы он снялся в этом кино, потому что он, в принципе, человек достойный. И я, например, считаю, что он бы мега-мегачувак на своем месте. И по 92-й бригаде по 169-му в начальному центре. Я же мониторив страничку от Десны. И знаешь, мне бывает так интересно смотреть, когда какие-то, блядь, истерички пишут, типа «А-а-а-а, у меня дитинку, блядь, там, зачморили нахуй! Моя дитина пише, блядь, если не башу, убежали, дедовщина!» Оказывается, дитинка, блядь, метадонщик конченый. Заехал на Десну, понял, блядь, и проебался! Его находят на Двиганово, где-то там, в заборе, и он начинает писать во все инстанции какую-то хуйню. Ну, то есть это круто! Сука, ну... Десна тогда и Десна сейчас это разные. Такая херня была всегда, и... Хочешь, ты чей-накочешь, 10% долбоебью, понимаешь, это... Да, к сожалению... Это заставляющая любой компании, любого предприятия. Таня Тимошенко, Энтони Хопкинс в роли муженко. Вова, Энтони Хопкинс в роли муженко, как из молчания ягнят, он приехал муженко и сожрал ребенка. Татьяна Тимошенко поддерживает на Сашу Грей. Окей, Таня, но ты должна понять, что будет много желающих поучаствовать в кастинге и в репетициях. Ну, там момент любви и все такие дела. Вика Дворецкая говорит... Я продам свою НИССА. Она за ветра. Да, Викуль, мы все за ветра. Ветер крут, на самом деле. Саша Грей в образе медсестры, которая никому не дает. Внезапно. Мы этим можем завлечь. Это новая для вас АПУА. Ладно, это такое... Это чисто гипотетический вопрос. Да, за ветра в любой роли. Ну, мы, конечно, поговорим с ветром, если у него будет возможность, если он сможет сняться, будет здорово. Также, ну, как я хотел бы напомнить, что основной целью нашего фильма является привлечение реальных военных, участников боевых действий, в съемки этого кино. Витя, наш продюсер, он также участник боевых действий, и он понимает... Мне очень нравится, что мы разговариваем на одном языке. Когда мы снимали «Точку ноль», это было таким более аматорским проектом, но потом... Потом Витя предложил взять этот проект, и мне очень нравится, как все происходит. Идея... Квын, я первый раз снимала. В США? Квын, я первый раз снимала. Сука, не напоминай, я заебал. У меня жестко болели. Вот, и это круто. И очень хочется, чтобы снялись все пацаны. Когда был ветеранский форум, я тоже это сказал, о том, что нам бы хотелось привлечь и в обслуживание, в обслуживание людей в бэк-офис, тех, ну, там, людей, которые будут работать на площадке, всех участников боевых действий. То есть, например, когда мы снимали эту первую серию, помнишь «Танкистов» молчаливых? Да. Охуени ребят. Охуени ребят. Звукачи у нас, они тупо молча ходили за нами. Знаете, вот как... Есть такая история про вораны, который укусил хозяина и ходил за ним шаг в шаг. Он думал, что ему стыдно, а на самом деле он ждал, пока тот умрет. Вот так наши звукачи ходили за нами с этими, блять, пушками. А потом только на второй или третий день мы выяснили. И причем мне понравилось, помнишь, когда мы воп копали? Воп, которая там даже снималась на двух локациях. Сами вот это мы управляли. Воп мы выкопали, не надо сказать, часа за четыре, наверное. Ну да. Выкопали воп, там мешочки наполнили, все. Я смотрю, звукачи там, опа, за мешок схватился, побежал. Он такой худенький, Саня этот. А, бородатый. Танкист, да, бородатый. И с этим мешком я говорю, да братан, не надо. Да я привык. И только на второй или третий день мы узнали, что это там третий звукачей, это экипаж одного танка, который рубился на мариупольском направлении, там чехольная пантера. Они там всем насыпали, короче, пожили там. И вот у них трех звукачей, тупо экипаж танка. Они были красавцы. Юра там криворучка, Саня, я не помню фамилию, и третий парень, я уже не помню как его зовут. Тоже они крутые были, молочане. Вот, поэтому это возможности также для и ветеранов принять участие. Будут кастинг, те, которые имели место быть. Ну вот, кстати, клиент с ними со звездами, там предположим, а вот из наших пунктов военных, те, которые воевали, да? Вот из них, кого можно было бы позвать в точку? Ну вот я имею в виду там, ну, маршала. Я бы маршала позвал. Я маршала обожжения позвал. Во-первых, я, ну, испытывал к нему огромное чувство уважения за его военную службу и за то, что он сейчас делает в патрульной полиции. К патрульной полиции очень неоднозначно относятся люди из нашего окружения, но я сейчас не хотел бы эту тему затрагивать, потому что начнут кидаться тапками, но для меня эта работа, которая проделана была титаническая. Маршал, да, абсолютно. Я бы позвал доцента Кирюху Недря. Он такой, блядь, вообще с 93 бригады. Блядь, интеллигентнейший человек. Ну реально доцент. Попал, блядь, в мобиком, в пиджаком, блядь, в 93 бригаду и, короче, все пиздорезы. Вот все до единого, которые были в 93 бригаде в 14-м году, этот, блядь, интеллигентнейший человек, прошел, блядь. Авдеевка, блядь, аэропорт, вся эта хуйня. Его бы позвал. Я бы обязательно позвал на роль залетчика шведа, моего друга юности. Он служил в правом секторе. Швед-разведчик? Да, да, Виталик. Он, конечно, пиздец. Но ему пришлось бы, у него пришлось бы забирать всего по из рук и постоянно подливать ему. Он бы, блядь, был охуенно харизматичным игроком в этом кино. Ты бы кого пригласил? Он бы взорвал что-то. Я бы все пригласил. То, знаешь, я бы, наверное, якщо с такой точки огляду брал бы чуваки, вот, які вообще не раскручені, не распиарені. Які, блядь, дійсно, понимаешь, харизматичных просто. До хрена людей, до хрена просто простых посинів, да, я бы пригласил, Прошлые так же самые, как и мы, но про це ніхто не знает. Ну, вопросов нет. Смотри, мы же будем подбирать по какому принципу. По принципу, мы по-разному с нами смотримся в кадре. Давай, есть еще особенность. Есть люди, которых камера любит, а есть люди, которых камера не любит. И он может быть, как угодно харизматичным в жизни, блядь, но вот, сука, на фотографии или на видео он получается хуёво. Ну, бывает же такое видео. Да. Я бы, знаешь, кого пригласил? Я бы пригласил Казинчука на роль чумака, которого случайно, случайно забрали в армию. Ну, он же вообще не военного вида. Он такой интеллигентный, блядь. Ну, типа, он такой лежал на печи, чухав пузу, и приходит военком, тянет за новую и вижу війську, да? Это его бы я с удовольствием привлек. У меня есть, вот мой друг Ларин, который мне звонил, психотерапевт. Я бы его привлек на роль Контрика. Он, сука, идеальный. Во-вторых, у него отличная фактурная внешность. Он не участник боевых действий, у него отличная фактурная внешность, и он бы Контрика сыграл просто сказочно. Чего еще? Чего еще? Ну, Мартина обязательно. Обязательно должен быть айтишник, умный человек, к которому все обращаются, типа, сделать кофе, блядь. Мартина Мартина. Мартина, сделать кофе. Он делал охуенный кофе, блядь, на этом, на ГОПе когда-нибудь. Васький постоянно делал кофе, по карьеру. Нормально. У Мартина вкусный кофе. Я вообще Мартина люблю. Так. Кого еще? Ну, ХЗ, десантники надо. У нас мало десантников. Юлька зовет, я могу, загораться начальника службы ПММ. По остальных материалей, Юлия. Дома порешать, короче, с женой. А каких одиозных кого-то? Типа, там, Ярош, Поросюк? Нет. А нахуя? Слушай, мы, я не привлекал, очень, неоднозначные, давай так, я не хотел бы сейчас там никого из них обливать грязью, у каждого из них своя история, и к этой истории очень неоднозначные отношения. Мы хотим снять хороший фильм. Мы хотим снять, более того, еще раз напоминаю, мы снимаем фильм не только для украинского рынка, мы хотим снять фильм, который посмотрят Европа и Америка. Он будет однозначно, а на него. Валеру можно снять, да, абсолютно, он крутой. Тут для женок Льгота, Тильки Саш Цегрей. Не, Викуль, тебя нефиг делать, возьмем на роль медсестры, и ты будешь тупо всех нас ходить пиздить. Я тебя знаю хорошо, поэтому, Вика, ты уже в команде. Слушай, так, у меня была была ночь меда. И малая. Короче, слушай, давай тихо, мы уже тут начинаем нелить роли. Нет, короче, Викуль, у него сиськи красивые, у кого? У Валерия Ананева, Алиса Чеширская написала. Не знаю, сиськи его не видел, но Валера, в принципе, крутой тип, очень молодец. Валера, да. Так, все. Закончили. Да, расписывание ролей. Окей, Вить, какую бы тему тебе хотелось еще, чтобы мы обсосали тут тихонечко? Кроме того, что ты нас охуенно покормил едой, блин. Ну теперь, да еще секретно. А что секретное мы должны сказать? Я не знаю, расскажу что-то секретное про автошуму. Что-то, что еще не рассказывал. Секретное? Потерялся. Прямо секретное секрета? Нет, нет такого никакого секрета. Было смешно, когда я читал комменты под нашими, когда мы выложили фильм, когда мы приехали на полигон, и Сергеевич взял свой зарегистрированный ствол и валил боевыми, ну там, охотничьими патронами, а чувак говорит, да, сразу видно, стреляют холостыми, блядь. Смешно было, очень. Ну, наверное, это, что еще может быть секретного? То, что мы жили в генеральском номере. Никому этого не рассказывали. Это секрет. Что это секретное? Нет, на самом деле все круто. Я очень бы хотел, нас очень сильно поддержалось, то, что мы снимали на Дисне. Ну, то есть... 169-й учебный центр, блин, ты знаешь, я помню еще поговорку, что лучше ебнуться в сосну, чем пойти служить... Нет, лучше хуй забить в сосну, чем пойти служить в сосну. Да, лучше ебнуться в сосну, чем пойти служить в сосну. Но, понимаешь, у меня хоть было чем сравнивать, потому что я там был буквально 7 лет назад, и то, что было колись, и то, что сейчас, это небо и земля. Ну, они действительно... Абсолютно. Они на две головы выросли, они стали ваще. Чувак, мне знаешь, что понравилось? Не просто ту материальную базу, которую мы увидели, но так-то поле, например, или... Так-то поле там и до того было супер-отношение. Отношение, да. И заоцікавленность, то, что они так само принимали участь... О чем это говорит? О том, что для действующих военных принципиально важно, чтобы люди... Допомогти своим... Да, чтобы люди увидели, как это выглядит на самом деле. Вот. Ну, круто, да. Было реально очень-очень-очень-очень круто. Мне бы, конечно, хотелось спалить какую-нибудь нахуй машину на съемках. Ну, что-то не свою, а что-то чужую. Ну, это так, знаешь, красиво. Потому что спалили, блядь, джип на наши котики. Помнишь, у них там был этот... Чироки обычный, на которых этот тип приезжал. Ну, можно было какого-нибудь спалить нахуй красиво, разъебать его из АПГ, например. Вот смотри, серьезный такой вопрос, я просто знаю там... Почему-то так получилось, что я знаю сценарий, да? У нас там будет колонна техники военной. Это А, да? У нас там будет пара гражданских автобусов. Это В. Там еще даже прописан автомобиль ВСЕ. Вот есть вообще идеи, где это все брать? Ну, с военной техникой, я думаю, мы решим. Просто мы подстроимся. У нас есть несколько полигонов, с которыми мы дружим. И мы просто подстроимся под навчание, особого склада. И техника... Мы просто заснимем общие планы. Ты же понимаешь прекрасно, что нам технику никто не даст. Поэтому мы будем подстроиться под навчальный процесс. Машина ВСЕ. Белый кукурузер. Белый кукурузер. Белый кукурузер, мы найдем, отклеим его. Я думаю, мы просто найдем кого-то, у кого этот белый кукурузер есть. Люди нам помогут. Автобусы мы можем взять в аренду. В ВТП. То есть это опять же бюджет. Мы просто упираемся в бюджет. Все, что можно сделать своими руками, ты прекрасно понимаешь, мы сделаем своими руками. Но, конечно, нам нужно будет там, например, финансирование. Финансирование, да. Я, например, купил себе АКМ. Я буду сниматься со своим АКМом, со своими патронами, для того, чтобы так было более правдоподобно. А я шины купил. А ты купишь. Куклю. Вот. То есть как-то так. Коротко хотел бы заспойлерить, еще раз проговорить о том, о чем будут сниматься следующие серии. Каждая серия будет иметь свою очень такую адресную тематику. Например, серия про волонтеров, серия про блокпост, серия про медиков, там будет, я не знаю. Не про медиков, а про диверсантов. Про диверсантов. И далее. По списку. И будет обыгрываться какая-то ситуация, с которой люди из этой темы сталкивались. А серия, то я к виску потрапываю буду? Я думаю, что серии о том, как мы попали в войска, не будет. Но, наверное, будет рассказываться история каждого из нас, как мы попали в этот пиздарез. А может быть, нет. Я не знаю. Я на самом деле, в отличие от Вити, в детали сценария не просвещен. Вот. И я принимаю как есть, потому что каждый должен заниматься своим. Витя с Андреем занимаются работой над сценарием. Я в этом точно ничего не понимаю. И я на 100% уверен, что они сделают лучше, чем кто-либо другой. Опять же, Мартин есть, который обязательно впишет какой-нибудь, или Сергеевич, который впишет какой-нибудь воебончик, от которого все будут писать кипятку. Ну и никто же не отменял импровизации. Например, «Холодное сердце», как у твоей бывшей, это же как импровизация базика. Какие еще импровизации были? Ну что, до хрена всего было. У нас была... На самом деле, получилось так, что в первой серии нас немножко там подвели, и мы не смогли закончить правильно, сделать концовку. Она должна была чуть другой быть. Жора очень харизматичный тип. Он вот это вот... Значит, садонист, значит ты дебил, но это правда смешно. Вот. Мы очень тяжело снимали вечернюю сцену. Ну правда, знаешь, она очень тяжело давалась. Плюс... А это было прописано про саталиста, или это было... Ну, это было прописано, но там чуть по-другому должна была быть. Вечерняя сцена, было много каких-то моментов. Слушай, ну, если брати, так там в принципе... 80% Текст написанный, який был... Вот хороший вопрос. Я буду заниматься в матяще, форма, как всегда, а хочется чего-то кращу в течение жизни. Ты Андрюха написал? Ага. Андрюха, так ты обозмаешься. Ты писал, как какой-то... Матяше, вот, твоей формой он будет заниматься, как всегда. Ну, понятно, у тебя своей формы нету, я тебе дам свою... Какие проблемы? Вот хороший вопрос. Алексей Будд сказал. Что, на ваш взгляд, обеспечит смотрительность фильма на украинском, зарубежном рынке? Ты скажешь? Реальность событий. Ну, то есть, все то, что есть в кино, оно достаточно гиперболизованное, оно не игранное, там, дохрена, драми и всего остального. Большисть же ж людей, которые не дотичны до войны, они же думают, что ты там... в 6 утра проснулся, и у тебя война. И ты таки, э-э-э-э, иду робить подвиг. Ну, такого, в принципе, не происходит. И война... Ну, ну, а ты с войны большинство, там, каких-то негативных моментов запамятал? Нет. Ты с войны запамятовываешь, в принципе, там, только позитивно. А если какие-то яркие моменты, сопряженные с внутренними переживаниями, они, конечно, остаются в памяти, там, погибшие товарищи, или еще что-нибудь, но обычная бытовуха, которая, ну, я ввел дневник все это время, Саня, и когда у меня моя личная история, я вспоминал там все эти моменты, там, ха-ха-хе-хе, а потом мне как-то с дурусил его, блядь, перечитывают, чувак, я чуть не расплакался, это же ебаный пиздец, когда ты, сука, сидишь у тебя, ноги мокрые, блядь, собака, блядь, сука, насрала тебе, блядь, под кровать, там, Люська у меня была, блядь, Либо в Берце. Да, либо в Берце нет, потому что я Берце ставил над головой у себя, у меня была собака, Люська, которая за 10 минут до обстрелов бежала ко мне под кровать про это, начинался серьезный пиздорез, и, блядь, ну, были кучи моментов, или кот, который спизил кусок мяса, знаешь, со стола, ты не успел, блядь, ты не поход. Чуваке с соседней роты поставил размораживаться. и эти моменты, они как-то упускаются, и огромное количество, и они часто бывают смешными, кто-то что-то проебал. Иногда даже мега комичное. Да, кто-то что-то проебал, опять же, мега комичное, ну, от, самое таке, ну, понимаешь, из этого, в принципе, смеяться взагалі, как бы там не можно. От, мы ехали на ликвідацию вражеского блокпоста, мы попали под обстрел, нас начали зеленки расстреливать, и чуваку рикошетом прилетело в ногу 12,7 на щеколина. В другую ногу ему касательно прилетело 7,62, а потом, что возле него разрывался вог, и ему просекло все стопы. Ну, итог, мы откатились в зеленку, забираем чувака, ну, я же понимаю, что он неистово кричит, что ему пиздец, как больно. Я же беру свой бутерфанол, что делать вообще нельзя, колю ему в булку, и выхожу за бетер перезаряжаться. А он дальше кричит. Ну, приходит еще кто-то, что, хуяло, как, блядь, пизда, все, уже помираю. Бери свой бутерфанол, ему в другую булку. Сейчас, это историк все. И, короче, тут потом прибегает док, а док таки вообще не обстрелянный, таки сразу ему только шур, а цей уже лежит на носилках, знаешь, что его нести, и снимают с него берцы, типа, такие, такие, хуяк воскрески, блядь, лишить берцы, лишить берцы, бо ця жінка купила, вона меня засварить. Такий докторан на него, блядь, братан, что с тобой? И на нем, а они вернулись из парада, и новая пикселька, самая первая, только яка была, разрешаю эту пиксельку. Кажи, сука, не режь пиксельку, меня старшина кончает за ней, я ж ее не сдам, каже, хоть бы на ногах, типа, лишился ходить, каже, та похер на старшина же съесть, а его, короче, вносят, знаешь, уже на носилках. И тут начинается, как раз там минометный обстрел, уже война, и у него такая, знаешь, коронная фраза, док, док, ты шо, каже, а я служить сможу? Все таки, блядь, хаба, что на кухне? Лишите меня тут с пацанами. Ну, то есть, понимаешь? Его реально брет, понимаешь? Чем, кстати, закончилось? С ноги, ноги остались? Закончилось тем, шо, ну, шо, роки два назад, он служил в школесный период. Класс. Ну, то есть... А у меня была прикольная история, мы в Троицком стояли за спятым батальоном, тоже такой сложный период, был как раз период Светлодарской дуга, вот когда была, понял? И, короче, не-не-не, это как раз семнадцатый год уже, это уже семнадцатый год, а когда посадку брали на Светлодарке, вот там, где в 54-й бригаде были погибшие, ну, там долгая история, неважно, короче. И там рубились постоянно. У нас был этот тип, Кутузов, артиллерист, я не помню, как его зовут, он самоучка, у него было две пушки из ИС-3, понял? Вот эти вот, которые с войны еще, и ПТАПы, на которых воевали, танки немецкие жили. И он поехал в Балаклаве, Балаклея взял, блять, последние 300 снарядов, перед тем, как Балаклей сгорел нахуй. У него было 300 выстрелов, 76 миллиметров, они попадали под разрешенный калибр. И типа, перемирие, все, мы не стреляем, короче. Нас хуярят, а этот, ну, ты же не можешь стрелять, пушка, савушки стоят там, на горе, блять, не стреляют. Короче, пошел я посрать, Фараша, а Фараша, короче, с таким, блять, ебучим сталактитом, минус 25, блять, на улице, холод собачий, пизда, посрать, это такая, блять, сложная ситуация. Да. А донбасский туалет, донбасский туалет, он очень такой примечательный, они, как правило, донбасский туалет, это были либо журналами обклеены, либо старыми деньгами, типа, рубли, купоны, этот весь. В нас обычно попадалось авериском этом, понятно, 76-ый, какие-то рикши, эко-сиферня. Сейчас, секунду, вот хороший вопрос, сейчас Алексей Разумов, сейчас, Разумов, сейчас отвечу. И, короче, понял, я залажу в эту, блять, в этот курятник, сажусь, у меня там вся палитра денег, которые были в Украине, там, за последние 20 лет, или 30 лет, ну, а там такое сердечко вырезано, знаешь, что такое, ну, чтоб типа видно было, есть там что-то, есть там что-то или нет. Ну, уже так вечереет, уже солнце, золото засело, такие сумерки, знаешь, и у меня как раз это окошко смотрит, блять, туда, откуда должны валить Панам, по идее, если Панам валят. И так вижу, так вспышка, так, вспышка, выход, потом звук. Бум! Слушай, так снаряд так, по нам, не по нам, по нам, не по нам, а я понимал, все, процесс пошел, чувак, и такая же история была у нашего друга, у друга Сереги Борна в Маринке, вот, только он под грады попал. И я слышу, такая, пошел снаряд, понял? Ну, слава богу, с перелетом. А потом слышу, спрашивает , у него автобус был, он цеплял под автобус, за автобус цеплял эту, блять, пушку зістрит, завозил на гору, и начинал наваливать по ним. Театр отсюда, много таких моментов было. И, ну, наверное, да. Вот написал, Алексей Разумов, хлопцы привет из Немечени, питание в Немеччине ваш Ютуб канал блокуют? И это видно, что не из ЕС. Где можно поделиться новей серии и когда уже нарештый выйдет? Хорошую информацию можешь проверить? блокует ли он у нас в Германии наш Ютуб канал? Я думаю, что руслики делаю. Так, чтобы это было слышно. Привет. Я сегодня не должен был быть в кадре. Канал YouTube за рубежом блокируют. Говорят, канал за рубежом не блокируют. На канале стоит ограничение 18+, потому что мы там, как говорит гонцам, и деримся, блядь, как прапорщики. Вот. И, соответственно, если у вас, например, стоит ограничение, то есть в настройках, что канал смотрят дети или еще что-то, из-за этого может быть какое-то ограничение в доступе. Просто снимите у себя ограничение на канала 18+, и все увидите. У нас это ограничение, мы его, к несчастью, снять не сможем, потому что тогда у нас заблокируют сам YouTube, и не только в Германии, но вообще, в принципе, везде. Так, чтобы нас блокировали руслики или какие-нибудь там наши там недоброжелатели, пока такого мы не заметили, пока таких атак каких-то нет. В комментариях приходит вата, пишет какое-нибудь говно, говорят о том... Кстати, уже начали угрожать, что поубивают нас напад. Да, последний комментарий. Слава Богу! Спасибо! Низкий вам поклон. Поэтому все блокировки сейчас связаны исключительно с ограничением 18+. Смотрите в ваших настройках, что вы разрешаете смотреть контент 18+, и все, и будет вам счастье. Окей, еще вопрос. Ци короткометражки будут про одну ситуацию с волонтерами, разведосами ДРГ и так далее, или это будет компиляция из разных ситуаций, просто перебрана для разбавки сюжета, чтобы было насыщено. Это будет одна какая-то канва, то есть, например, ситуация с волонтерами. И вот обыгрываться будет участниками этой серии будут волонтеры, которые что-то делают для бойцов, и в ситуации, в которые попадают військовослужбовцы и волонтеры, находясь на нуле. То же самое с ДРГ, то же самое с всеми. То есть это будет китчевое кино, которое будет смеяться или рассказать о ситуации, в которых бывало, когда Жору Турчака забрали из аэропорта, его подвезли там волонтеры одни, ну понял, из аэропорта. То есть Жору везут, Жора вторая ротация в аэропорте, где заехал, там типа, ну пиздец не останавливает, я хуярит, это еще там капец. И Жора типа, и у него первая ротация, понял, типа, он еще домой не ездит, первый раз едет домой. И один из волонтеров, он говорит, сколько у тебя ротаций? Он говорит, одна, а у меня уже сорок. Сорок поездок для волонтера это сорок ротаций, одна ротация Жора с начала до конца, с двумя заездами в аэропорт, это одна из твоих. Вот. Так же мне бы лично хотелось обыграть историю с награждением. Вера Сафонов смотрит, очень приятно. Вот. С награждениями. тоже такая болезненная тема, на самом деле, и я думаю, что это бы тоже стоило обыграть. Я бы просто обыграл эту тему, написал бы такую бумажку, типа, каким образом поощрить Морозова, похлопать по плечу, сказать молодец. Молодец, Саня! Сложу украинскому народу. Ладно, я думаю, будем закругляться, уже больше часа мы все это дело разминаем. Коротко, нам правда нужна ваша помощь. Расскажите о нас, репост, сделайте пост, пусть ваши друзья увидят, пусть посмотрят. Подписывайтесь на страничку Ветеранские кино, подписывайтесь на страничку точка ноль, подписывайтесь на наши странички. Вся информация о том, что мы делаем будет там. У нас очень мало времени. Мы не останавливаемся ни на минуту. Да, денег у нас еще меньше. Нам правда нужна ваша помощь. Нет маленьких пожертвований в этом проекте. Есть очень важные и много. Каждый из нас вложился сюда уже, и мы будем вкладываться дальше. Саня, я, Витя, Андрюха, все, кто принимает участие. Это важно. Наши дети будут расти на этом кино. И очень бы хотелось, чтобы наши дети понимали цены этой независимости. Как праздник, который был вчера. Да, кстати, с Днем независимости у вас. Для меня это, наверное, не совсем праздник, но это важная дата, которая дает холод подумать, чего мы еще не успели сделать. Вот хорошее кино мы еще сделать не успели за время независимости. Очень хочется. А почему не совсем праздник? Ну, у меня по личным обстоятельствам. У меня там годовщина по матери вчера была 10 лет. Вот. И... Просто я считаю, что мы все делаем правильно, мы боремся за нашу независимость, но нужно делать больше. И... культура, на самом деле, это класс, это основа, это фундамент нации. Культура и уже потом язык. Часто мне говорят, ты не разговариваешь украинскую, то ты... ты подкормлюешь российскую пропаганду. Блядь, да... Я половину вот этих чуваков, которые разговаривают по-украински, потом вижу, как они выезжают на поезде, не на поезде, на автобусе, блядь. Ростов-Москва, сука, ехать плитку класть, пацаны, блядь. Что за хуйня? Вот. Поэтому язык, да, язык это идентификация, это маркер, это код. Но для меня все-таки основой нашего национального кода является действие. Я бы добавил еще английский язык обязательно. Тренингом это круто, а тренингом еще круче. Вот еще обязательно английский скажи. Да, да, как у грузинок. На Scripting.ua сходить программа Up. Да, мы обязательно пойдем, мы дружим, мы дружим со Scripting.ua, мы дружим с Деном Яневским, на Лампу обязательно пойдем, мы напросимся, мы будем везде, где только можно побывать. Вот. Поэтому не забывайте о нас. Мы делаем технический труд, особенно сейчас это работа Витя Мартин и Андрюха. Если мы как актеры, там как я, как второй продюсер, больше шаримся и в момент потребности включаемся, то эти ребята работают каждый день без выходных и по много часов для того, чтобы создать этот фильм, о котором потом будут рассказывать, как и в госпитале Mesh или Generation Kill. И да, еще, очень хочется снять фильм, о котором наши ветераны через 20 лет не скажут. Сакс. Не скажут. Это реально хорошее кино о нашей войне. Не забывайте, это тоже часть нашей пропаганды, которую мы будем выдавать на запад, для того, чтобы они понимали, как мы живем. Если нас смотрят люди из диаспоры, если у вас есть знакомые люди из диаспоры, расскажите им о нас. Это очень важно. Это люди, которые с самого начала поддерживали Украину и продолжают это делать сейчас без выходных. Очень хочется, чтобы люди, которые находятся там, понимали, что мы сейчас при помощи их, при их участии хотим заложить культурный пласт, который все-таки сделает эстонацию нацией. Потому что американец с любой точки, Украина американец, а у нас чувак с Донбасса, на Львове, это из Донецка, а для Ваганина... Для Львовских я был москаль, а для Донецких я был бандеревец, если понимаешь, как не пришли пизде рукаву. Да, Украина неоднородная. Очень хочется, чтобы мы идентифицировали себя не по локации, где мы родились и выросли, а потому что мы все жители и граждане этой страны. Спасибо вам за уделенное ваше внимание. Напоминаю о Наталье Остальцеве. 20 баксов сдаю, как порядочный человек. Спасибо большое. Это было крутое пожертвование. Мы поржались с Леней, и, ну, к сожалению, мы эти 20 долларов не потратим на фильм. Мы поставим их в рамочку, и мы обязательно об этом расскажем, когда мы снимем фильм где-нибудь в Штатах, когда нас пригласят на презентацию нашего кино. Да, и короткий спойлер. После того, когда мы снимем 10 серий нашего кино, и когда оно уйдет в прокат, мы сделаем еще и полный метр. Правильно я говорю? Все. Нехай кремль палай, Нехай палай дивать не передаки, Россия агрессор, мы всех ебали бы. Ну, короче, мы их победим. Спасибо большое. Когда следующий эфир? В пятницу. Кто будет? Решаем, скажем. Короче, тут у нас главный решало решает, и он напишет, что там будет. Спасибо большое. Ну, правда, мы надеемся, и очень сильно рассчитываем на вашу поддержку. Все. До побачення. Кто будет?